Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Деньги под проценты выдавали только евреи. Их за это все презирали, считали там ростовщиками, не здоровались с ними, обращались только в случае крайней нужды. Сейчас каждый первый считает нужным предложить кредит, каждый второй считает нужным его взять. Наверное, всегда спрос рождает предложение. Сегодня у нас на рынке огромное количество банков, которые готовы предложить свободные денежные средства. Также потребители на сегодняшний день хотят приобрести ту или иную вещь, иметь ее, обладать ее именно сейчас. И именно в связи с этим связано большое предложение кредитных организаций на рынке. И, соответственно, на сегодняшний день жители, в том числе и города Екатеринбурга, не задумываются, если они хотят приобрести, допустим, транспортные средства. Если, допустим, вопрос у нас стоит о приобретении шуб, бытовая техника, то есть все возможные вещи на сегодняшний день банки готовы нам предложить купить в кредит. Давайте называть вещи своими именами. Это не кредитование, это банальное ростовщичество. Ну, можно так сказать. Вот, давайте так и говорить. Юля, многие люди, которые собираются купить шубу, машину, все что угодно, принимают условия банков. При этом эти условия не всегда законны. Какие ловушки поджидают тех, кто хочет взять кредит? Вот самый распространенный, да? Вот я очень люблю спрашивать у всех, почему самое важное в договорах пишется мелким шрифтом. Вообще имеют они право вот это вот милипусенькое писать или нет? Нет, просто когда человек уже пришел брать деньги, кредит в банке, ему нужны деньги. То есть все документы, заявка оставляется заранее, а потом уже готовятся документы. То есть клиент уже приходит, подписывает все необходимые документы. Как нам известно, этих документов очень много. Они не читая подписывают все, а когда уже купят все, вечером домой придут, читают, а там уже все минусы. А, на что обращать внимание самое главное. Давайте самые главные ловушки перечислим. Самое главное – это комиссии. Комиссия за выдачу кредита, комиссия за обслуживание счета, за сопровождение кредита. Вот эти вот комиссии, они незаконны. То есть они уже общеприняты, уже всем известны. И второе – это страхование жизни. Страхование жизни – это дело каждого. То есть захотел застраховать свою жизнь, он идет и застраховывает свою жизнь в страховой компании. Но банки при выдаче кредита, конечно, не сами компенсируют этот вот, а вдруг клиент не будет оплачивать этот кредит, а вдруг что-нибудь случится, ну, всякое бывает. Поэтому на срок кредитования они застраховывают жизнь и здоровье клиента на всю сумму. И сумма страхования, конечно же, включена в сумму кредита. Друзья, это Гатина Юля. Слушайте ее внимательно. Записывайте, пожалуйста, за ней все. Потому что все по банковским кредитам и по комиссиям она вам расскажет. Почему банковские комиссии за кредиты считаются незаконными? Так как приобретение от них услуг, то есть предлагают банк деньги. Но они незаконны сразу, да? Комиссии, да. Комиссии незаконны. Они признаны незаконным постановлением президиума высшего арбитражного суда. То есть это уже, не могу сказать когда, но уже общепринято и всем известно. То есть люди-то это понимают, но не считая договор, подписывают и потом уже понимают, что уже подписали и на все согласны. То есть они оплатили уже. Тем более вот комиссия за выдачу кредита, она снимается в день выдачи кредита. То есть заранее. Клиент еще не получил деньги, он уже оплатил комиссию за выдачу. То есть клиент, руководствуясь вот этим новым законодательством, может пойти, получить обратно эту комиссию, правильно? А банк ему за это включит в черный список, испортит всю кредитную историю. Нет, ни в коем случае. Черный список, в черный список как вводятся клиенты. Если есть задолженность по кредиту, то есть есть срок до 15 числа оплатить кредит, он не оплатил. И так несколько месяцев. То есть там периодически есть задолженность, просрочки. И тогда автоматически банк отправляет клиента в черный список и в дальнейшем уже кредиты не выдаются. То есть не надо этого бояться? Нет, не надо этого бояться. То есть это незаконная комиссия. Сейчас уже каждый второй почти взыскивает свои комиссии, которые он незаконно оплатил. Если каждого заносить в черный список, с кем они будут работать? Не останется тех, кто хочет кредитоваться. Юля, подключайтесь, пожалуйста. Если человек взял кредит по высокой ставке, ну вот сглупил, не прочитал, как-то все быстро оформил, и потом понял, что он может взять кредит по совершенно другим процентам, он может исправить ситуацию? Да, конечно, он может исправить ситуацию. Для этого нужно хотя бы полгода проплатить данный кредит без просрочек и задействовать новую программу перекредитования, которая доступна в большинстве банков. То есть ставка будет значительно ниже пунктов на 5, и клиенту будет намного выгоднее платить новый кредит. А есть ли какие-то льготы для матерей-одиночек, для многодетных семей, для молодежи? Какие-то, может быть, очень интересные кредитные предложения бывают в банках? У банка, конечно, бывают такие предложения, но не стоит забывать, что банки – это у нас все-таки коммерческие организации, и как банки, так и кредитные организации. Значит, на сегодняшний день в связи с тем, что растет спрос на предоставление кредитов для того, чтобы привлечь клиентов в свой банк, банки практически каждый день на рынок выпускают новые кредитные продукты. Допустим, наиболее распространенные – это такие ситуации, когда банки предоставляют кредиты, допустим, для приобретения конкретного транспортного средства. Вот, к примеру, допустим, Toyota Bank, да, то есть, пожалуйста, приобретайте машинку, делайте первоначальный взнос в минимум 40%, и вы получите процентную ставку, там, порядка 6-7%. Значит, что касаемо непосредственно молодых семей, значит, матерей-одиночек, то здесь, в данном случае, это, конечно, необходимо анализировать уже условия каждого конкретного банка, потому что кредитные продукты каждый день новые, и отследить конкретно, допустим, предоставление тех или иных кредитов в каждом банке, к сожалению, на сегодняшний день практически невозможно, либо, как вариант, это обращаться в специализированные организации, то есть кредитным брокерам. Друзья, как вы уже поняли, я лично вот эти все кредиты не очень одобряю, хотя сама тоже попалась на них единожды. Давайте посмотрим, что думают жители города Екатеринбурга, гости нашего города по поводу кредитов и по поводу переплат по кредитам. Добрый день, у нас традиционно опрос утерки, и, как обычно, мы собираем мнение горожан. Сегодня говорим о кредитах. Кать, скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько мы переплачиваем при погашении кредита в конечном итоге? Я думаю, это зависит от банка, но, в мои предположения, процентов 20, наверное, от суммы. Ну, а давайте теперь спросим наших горожан, что же они думают по этому поводу. В два раза. В два раза, естественно. Минимум, наверное. Если ипотека, то, наверное, больше. На 15 процентов чаще всего. От 10 до 15. Нет. Чем меньше берешь, тем больше переплачиваешь на меньший срок. Тем больше процентов. Недавно я купил телефон, я переплачиваю 4 тысячи. Но там же разница в сроках. Я взял на полгода. Ну, минимально. А чем больше берешь, тем больше платишь. Процентная ставка такая, что от 20 по факту. Что такое быстрый кредит и стоит ли его вообще брать? Они сейчас так популярны, расплодились просто вот как грибы после дождя. На самом деле кредит быстрый, популярный. То есть деньги нужны прямо сейчас, сегодня, буквально за 15 минут. Здесь нужно опасаться... Приводишь два документа, паспорт и что еще? Да, и любой другой документ, удостоверяющий личность. Некоторые банки просто по паспорту выдают кредит. При этом там какой-то безумный процент. Абсолютно, да. То есть если человек готов к переплате практически в 100%, то, естественно, дело каждого пусть берет. Надо было сюда приглашать психолога, чтобы разобраться, почему люди готовы переплачивать вот такие дикие деньги за порой совершенно ненужные вещи. Как знаете, ходит шутка о том, что сейчас очень популярны айфоны, взятые в кредит с тарифом «Перезвони мне, пожалуйста». А давайте все же продолжим про ловушки, про вот эти вот эти ловушки кредитные. Юль, коль уж вы начали, давайте продолжайте. Иногда в договорах прописывается списание вот конкретных средств с карточки. Вот с точки зрения карточек ждут нас какие-то подвохи, нет? Кредитные карты, да? Кредитные, да. Когда сейчас вот, да, большее число населения, конечно, пользуется кредитными картами, там есть безлимитный период, 55 дней, как мне известно. Если в течение этого времени клиент снимает деньги со счета и в течение 55 дней оплачивает, то там проценты не насчитывают, то есть только будет оплачивать за обслуживание карты. Вот эта вот комиссия за обслуживание карты, то есть она тоже незаконна, ее тоже можно будет вернуть, взыскать. А вот я еще вспомнила, у меня в договоре было прописано, что мы рекомендуем для страхования вот эти вот компании. Мы с ними работаем, они гораздо вот быстрее вас застрахуют. Это вообще законно тоже, нет? По кредитам? По кредитам. Вообще по кредитам страхования это уже личное дело каждого. То есть здесь захотят, конечно, им, если выгодно, можно навязывать, не имеют права. То есть если клиент не хочет страховать свою жизнь, то имеет право отказаться. То есть если уже скажут, либо подписываете документ, договор страхования, либо не получаете деньги, то это уж, конечно, незаконно. Это нарушает права потребителей. Татьяна, давайте четко вот проговорим вот суть нашей беседы. То, что можно по заключенному уже договору вернуть какие-то проценты. Какая это может быть сумма, там 5% от суммы, 10%? И какова схема действий? Что вообще для этого нужно сделать, помимо того, чтобы посмотреть нашу передачу и осознать, что ты попал? Ну, наверное, немножко поправлю вас. Речь идет не о возврате процентов, а о возврате комиссии. Комиссии. Какая-то сумма может быть? Стоит ли овчинка выделки? Однозначно стоит. Иногда те комиссии, которые включаются в кредитный договор, они равны полностью всей сумме процентов, которую клиент выплачивает по кредиту. То есть как вариант, человек берет в кредит 100 тысяч рублей. Допустим, может быть ситуация, когда комиссия за выдачу составляет 12 тысяч, 15 тысяч. То есть она уже изначально удерживается у него из суммы кредита. И фактически на руки он получает не 100 тысяч, а, к примеру, 85 тысяч рублей. Но выплачивать он будет 100 тысяч, и проценты будут начисляться точно так же на 100 тысяч. А если я уже выплатила кредит? Вот выплатила, и только сейчас с вами познакомилась. По закрытым кредитам можно вернуть комиссию? Конечно, комиссию можно вернуть за последние три года до даты обращения с иском в суд. Дорогие зрители, если вы даже закрыли свой кредит и не прошло трех лет, то вы можете вернуть всю комиссию? Да, конечно, в данном случае необходимо поторопиться, это однозначно, потому что с учетом того, что течет срок исковой давности, каждый день вы теряете те деньги, которые вы оплатили банку именно в счет комиссии. Здесь также необходимо иметь в виду, что помимо комиссий, которые были удержаны банком незаконно путем включения недействительных изначально условий в кредитный договор, который противоречит нормам действующего законодательства, также можно вернуть и проценты за пользование вашими денежными средствами в виде комиссии. То есть им еще и пение начисляются за то, что они с нас взяли кредитный? Нет, не пение, они так и называются. Проценты за пользование чужими денежными средствами. Они рассчитываются по ставке рефинансирования, которая на сегодняшний день составляет 8,25%. Также, раз права потребителя у нас были нарушены, можно изыскать и компенсацию морального вреда. К сожалению, на сегодняшний день в судах моральный вред у нас оценивается. Не слишком высокок. Да, относятся к оценочной категории. То есть сумма, конечно, взыскания здесь по моральному вреду, она небольшая и особо здесь не стоит. Надеяться на нее не стоит. Да, но, по крайней мере, в любом случае, права потребителя нарушены и кредитная организация должна нести за это ответственность. А я все же не очень верю в благородство всех этих банковских кредитных организаций. Да, они вернули, поскольку обязаны по закону, они вернули комиссию. Они не могут потом заставить человека досрочно выплатить кредит? Нет. Таких оснований нет и быть не может. Значит, договор у нас заключается по соглашению двух сторон, где предусматривают... Или в следующий раз его не кредитовать? Ну, по поводу того, что предоставление кредита в следующий раз, это здесь уже конкретное личное решение, да, каждой кредитной организации, да. И поэтому здесь в данном случае мы не можем предугадать, даже если мы являемся добросовестными заемщиками, выплачиваем кредит, к примеру, через некоторое время, да, погасив кредит, обратясь в эту же кредитную организацию, никто не может гарантировать, что кредит будет предоставлен. То есть это однозначно. В Екатеринбурге вообще жители наши знают про возврат комиссии? Конечно. На сегодняшний день, как уже Юлия говорила, наверное, каждый второй, у кого есть в кредитном договоре комиссии, свои комиссии вернули, потому что на самом деле сумма-то достаточно большая. То есть речь идет далеко не о 20-30 тысячах, комиссии бывают удерживаются. Но вот на нашей практике был такой кредитный договор, где ежемесячный платеж составлял 15 тысяч рублей, из него комиссия удерживалась в размере 8200 рублей. Это только комиссия, это без процентов. Основной долг гасился там каждый месяц буквально 200-300 рублей. То есть человек, взяв в банке 700 тысяч, обязан был вернуть 1 миллион 650 тысяч. То есть, и, соответственно, можно предположить о полной стоимости данного кредита. Давайте посмотрим все же, что думают и что знают жители нашего города о комиссии и о возврате комиссий. Допустим, в некоторых банках при выдаче кредита берут комиссию за выдачу именно кредита, определенные проценты какие-то. Это не стоит, я думаю, делать. А так, думаю, вот именно комиссия, она составляет огромное число рублей, так скажем. А, ну, единственное, банк навязывает в основном, я не помню, как правильно называется, страхование, по-моему, так что ли, страховка она называется. Она, конечно, там незначительная сумма, тысяча рублей, по-моему. Но, все же, в принципе, если бы ее не было, было бы гораздо лучше. Вы знаете, здесь, наверное, речь идет, может быть, о каких-то скрытых комиссиях, о которых клиент не подозревает. То есть, вообще, платежи по кредитам должны быть вот настолько прозрачны и понятны клиенту. То есть, вот только в этом смысле. Введение, допустим, кредитного счета, такие есть комиссии, за информирование, то есть, вот с таким даже сталкивалось, что там за предоставление информации, допустим, это то, что они присылают письма о состоянии счета, о состоянии задолженности, они за это также включают плату. Я бы сказала, что не очень наши зрители осведомлены о комиссиях. Да, поэтому говорите, девчонки, говорите, как можно больше. У меня практический вопрос, Юль, к вам. Если пришло время делать очередной взнос по кредитам, а денег нет? Ну, вот сегодня я должна? Ну, нет, но будут они мне послезавтра. Что делать? Ну, да, случаев таких много. На самом деле, конечно, лучше все-таки где-то поискать денежные средства, занять, перезанять. Потому что опыт показывает, на самом деле, банк есть банк, организация официальная, естественно, если клиент допустил хотя бы на один день просрочку, это все заносится в Национальное бюро кредитных историй. А прийти предупредить? Были случаи, то есть, клиент говорит, что мы договорились с банком, что на данный момент финансовые трудности не могу выплатить, там буквально вот. То есть, такие договоренности все-таки возможны? Они возможны, но чем... Они как-то должны быть закреплены, подкреплены какой-то бумажкой. Ну, то есть, это просто на словах, на самом деле. В официальном бюро кредитных историй будет отражена, тем не менее, данная просрочка. Поэтому, если клиент все-таки дорожит своей кредитной историей, не хочет ее портить, в дальнейшем хочет пользоваться кредитами снова и снова, то все-таки лучше деньги перезанять и заплатить во время срок. Такая же история с половиной суммы, да? То есть, если ты должен 10, а у тебя есть только 5, тебя эти 5 никак не спасут. Да, поэтому все же лучше найти. А вот в договорах по кредитованию еще прописана очередность. Вот очень четко прописана очередность погашения вот этого кредита. Сначала гасишь это, потом то, потом то и уже в пятую очередь то. Вот это законно или нет? Зачастую в кредитных договорах та очередность, которая предусмотрена, она противоречит... Вот давайте я зачитаю. В первую очередь неустойка за просрочку уплаты, во вторую неустойка за просрочку уплаты на численных процентов. Вообще, что прочитала, не поняла. В третью очередь неустойка за просрочку погашения основного долга. В общем, напридумывали чего-то. Да, зачастую все кредитные договора содержат именно такого плана порядок списания денежных средств, которые поступают на счет с счета погашения задолженности по кредиту. На самом деле, вот такой порядок, который был вами указан сейчас, он полностью противоречит нормам действующего законодательства. Это однозначно нарушает прежде всего 319 статью Гражданского кодекса Российской Федерации. 319 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Где у нас указано, что при недостаточности денежных средств, которые поступают на счет, должны гаситься в любом случае сначала основные обязательства. То есть это основной долг, проценты по кредиту и расходы банка на получение вот этой вот суммы задолженности. То есть, как правило, в договорах пишут, что только в последнюю очередь списывается сумма основного долга, а на самом деле, по закону, в первую очередь. Как этого добиться, как это доказать? Банальная ситуация, которая случается на сегодняшний день. К примеру, возникла нет возможности внести очередной платеж, просрочка пошла 1 месяц, 2 месяца. Затем клиент находит сумму, к примеру, в размере 2-3 ежемесячных платежей и вносит ее на счет. И у него изначально идет списание неустойки. То есть это неустойка, штрафные санкции списываются, но могут, в принципе, и весь платеж может быть списан. То есть из практики была у нас такая ситуация. Был взят кредит непосредственно на приобретение транспортного средства. Сумма кредита составила порядка 160 тысяч рублей. Значит, суммы вносил потребитель у нас. Но затем возникли, как правило, случаются тяжелые жизненные обстоятельства, финансовый кризис. То есть в 2007-2008 годах не было средств для того, чтобы вносить платежи. Но затем появилась у него такая возможность. Он унес сначала 100 тысяч, потом у него 40 тысяч. И в итоге 136 тысяч было списано в счет погашения штрафной санкции неустойки. Ну то есть что делать, если ты пришел один на один, сидишь с оператором. Он говорит, мы в первую, вторую, в пятую, в 115 очередь гасим вот это вот непонятное. И только потом уже гасим ваш основной долг. Что ему сказать, вот фразу? Прежде всего, ну я думаю, что со специалистом банка данный вопрос не будет урегулирован. Это однозначно. Позовите мне администратора-менеджера. Нет, в банке в добровольном порядке вы вообще вряд ли урегулируете этот вопрос. Необходимо обращаться здесь к специалистам. Значит, в банке что необходимо взять, это выписку по лицевому счету. То есть это тот документ, где мы как раз сможем увидеть, какой кредит был предоставлен, какие комиссии были удержаны, списаны, какие суммы были внесены в счет погашения задолженности по кредиту, как именно они расписывались, то есть сколько уходило в основной долг, в проценты, в штрафы, в комиссии. И именно по этим документам специалист уже сможет определить... Специалист, который сдерет с вас еще столько же, да? Ну, в данном случае... Есть организации, которые помогают либо бесплатно, либо в каком-то консультативном порядке? Да, допустим, наша организация, Центр по защите прав, оказывает именно консультации бесплатно. Абсолютно бесплатно? То есть любой гражданин может обратиться к нам со своей проблемой, да, принести нам документы. Если неудобно принести, то может отсканировать, направить нам на электронную почту. Мы в каждом конкретном случае разбираемся, да, то есть специалисты предоставят всю необходимую информацию, то есть каким образом действовать. И далее уже гражданин сам для себя решает. То есть либо он хочет восстановить нарушенные свои права, и уже затем заключается договор на оказание юридических услуг, и уже в судебном порядке решаются все его вопросы, его присутствие абсолютно в судах необходимо. То есть он занимается спокойно своими делами, специалисты спокойно решают все его проблемы. Либо второй вариант, да, ну у нас на сегодняшний день, так как все пользуются сетью интернет, то есть исковые заявления, в том числе в сети, выложены, и люди самостоятельно занимаются данным вопросом. Самое главное в данном случае – это не запускать эту ситуацию, потому что задолженность по кредитам растет как снежный ком, и это очень важно иметь в виду. Юля, скажите, наши люди, россияне, отличаются не только тем, что не читают договора, они их еще и теряют. Теряют, забывают, дети их там рвут, еще что-то случается. А если ты хочешь вернуть комиссию по кредиту, договора у тебя нет? В этом случае надо обратиться в банк, где брали кредит, и банк обязан предоставить всю необходимую информацию по кредитному договору, то есть копии кредитного договора, график платежей, выписка по лицевому счету, утерянные квитанции по оплате, обычно за выдачу кредита. То есть всю информацию можно с банка получить абсолютно бесплатно. То есть они обязаны визвать тебе дубликаты этих документов? Обязаны, да. И ты по этим дубликатам, соответственно, идешь дальше по прописанной уже известной нам схеме, да? Да. А какие пункты в договоре, дай бог он не утерян у нас, да, нужно читать особенно тщательно? Но есть какие-то общие формулировки, а есть очень важные пункты, вот на какие надо обращать внимание особенно серьезно? На процентную ставку, естественно, нужно обращать внимание. То есть на комиссии прописаны они, не прописаны. То есть смотреть график платежей, в первую очередь, устраивает он или не устраивает. То есть только после этого подписывать кредитный договор. График платежей, комиссии и все? А вот эти все вот скрытые вещи о страховании незаконном? О страховании, то есть клиент должен изначально быть уведомлен о том, что заключает он договор с страховкой, либо без. Поэтому если клиент отказывается от страховки, естественно, в договоре не будет прописано ничего лишнего. Можем добавить, да? Про страхование жизни. Обычно при получении кредита банки об этом ничего не говорят. Про страховку, какие там условия. Это все просто тихо, мирно прописано в договоре? Да, в договоре все прописывается. Заявление, типа клиент просит подключить к программе страхования, он подписывает, не читая, конечно же. Потом уже получают документы, а там уже будет известно, какая сумма страхования и сколько надо платить. У нас был клиент, он получил в банке, заявку оставили на 500 тысяч, то есть нужны были деньги срочно. Да, приходите, сколько я получу с кассы? 500 тысяч. Приехала, подписала документы, уехала, забрала с кассы 500 тысяч. Домой приехала, смотрит, а сумма кредита 764 тысячи. То есть страхование жизни составляет сумма страхования жизни 264 тысячи. И сколько от этого обезопасится? Читать. Читать. Суславия договора, абсолютно все. Друзья, все юристы, все специалисты по защите прав потребителей, которые приходят к нам на передачи, в первую очередь советуют читать все то, что вы подписываете. Не пробегать по диагонали, не говорить, ой, расскажите мне, пожалуйста, устно. Читать очень вдумчиво, очень серьезно, по нескольку раз возможно советоваться с кем-то, кто есть рядом, кто уже в такие кредитные истории попадал. Главное обратить внимание на сумму кредита и процентную ставку. Еще хотелось бы дополнить, что никогда не стоит торопиться. Кредит ваш никогда от вас не уйдет. Все верно, да. В данном случае лучше всего, конечно, взять копию договора, прийти спокойно дома, почитать. На сегодняшний день огромное количество организаций, в том числе юридических, общественных организаций, они готовы помочь людям абсолютно на безвозмездной основе. То есть посмотреть договор. Соответственно, они уже посмотрят с точки зрения, каким образом нарушаются, либо не нарушаются права данным кредитным договором. Поэтому здесь прежде всего не стоит торопиться. Надо все внимательно прочитать, как бы мелко это не было написано, сколько бы там терминов не было употреблено, то есть именно в тексте договора, к примеру, там, аферты, акцепты и так далее. То есть то, что людям, в принципе, обычному человеку, обычному потребителю даже непонятно, что это такое, не стоит торопиться. И также еще хотелось бы обратить внимание, что помимо процентной ставки суммы кредита, необходимо обращать внимание на полную стоимость кредита. То есть полная стоимость кредита, да, это как раз то, сколько, грубо говоря, мы потратим денег, взяв кредит этот, да, и будем его выплачивать. Но опять же, прошу обратить внимание граждан наших, что торопиться не стоит. А давайте вот чисто человеческий совет. Уже вот не как профессионалов спрашиваю, а как людей. На что нужно брать кредиты? Вот на что чисто по-человечески нужно раскошелиться, и вогнать себя вот в такую кабалу ради чего? Ну, наверное, у каждого человека есть свои потребности, которые он ставит на первую, допустим, в первую очередь, да, либо во вторую очередь. На сегодняшний день в основном кредиты приобретают, берутся на транспортные средства. То есть это однозначно транспортные средства и бытовая техника. Наверное, это вот ключевые такие предметы, да, если так можно... На что берут кредиты к жителям города Екатеринбурга? Даже не только Екатеринбурга, а вообще, в принципе, в целом. Наверное, на третьем месте это идет ипотека. Потому что все-таки на сегодняшний день квадратные метры у нас стоят очень дорого, и нет возможности, конечно, приобрести жилое помещение, квартиру за наличные денежные средства. Также на сегодняшний день кредиты берутся у нас, ну, как я уже говорила, на шубы, да, то есть... Вот на шубы точно не надо брать кредит. Вот послушайте меня, пожалуйста, на шубы, на новой модели мобильных телефонов точно кредиты брать не надо. Дорогие наши зрители, беспроблемный кредит – это только тот кредит, от которого вы сумели вовремя отказаться. Но даже если вы все-таки на него решились, пожалуйста, вспомните советы всех наших экспертов. Я надеюсь, вы не попадете в ситуацию, когда вам придется обращаться к специалистам за возвратом комиссии, за решением каких-то очень сложных ситуаций. С вами была Ольга Новгородова, передача «Качаем права» и ЕТВ, телевидение «Мнений». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова